Девушки отдыхают А снег идет, а снег идет И всех волнует, кто уберет Под этот снег, под тихий снег Хотим сказать при всех Наш самый главный человек Взгляни в окно на этот снег Лопаты в руки всем раздал Чтоб ЖКХ поспал Кто нам любовь твою принес Наверно, добрый Дед Мороз Когда в окно с утра смотрю Тебя благодарю А снег идет, а снег идет И все мерцает и плывет За то, что еду не спеша Спасибо, ЖКХ Спасибо, спасибо Да не на что Спасибо, осенька Давай, рыбы Сейчас сам будем гостить Рыбы отсюда Че на мое место встал-то, а? Я тут сам копал А сосульки? А снег идет, а снег идет И все мерцает и плывет За то, что еду не спеша Спасибо, ЖКХ За то, что еду не спеша Спасибо, ЖКХ ЖКХ А весной все растает На форуме Общероссийского народного фронта Который состоялся в декабре прошлого года Президент Российской Федерации Обратился к его активу С предложением внести поправки В законопроект Российской Федерации Регулирующий деятельность В сфере жилищно-коммунального хозяйства Представьте себе, даже я У меня тоже иногда ржавая вода из труб идет Смешно, но факт Стыдно даже сказать об этом Понимаете? Ну, стыдно сказать Без всякого сомнения Это с точки зрения бизнеса Чрезвычайно привлекательная сфера Если она правильно организована Если она вычищена от коррупции и кумовства На местном уровне Когда там одна только управляющая компания Работает, обслуживает все, что можно и чего нельзя И далеко не надо ходить, чтобы посмотреть Как она связана с местной администрацией Это, к сожалению, продолжается до сих пор И в этом смысле Общественный контроль имеет чрезвычайное значение Чрезвычайно важное значение Ульяновский региональный штаб Общероссийского народного фронта Провел заседание центров общественного мониторинга В форме круглого стола С участием представителей Органов исполнительной власти области Экспертов И представителей общественных организаций Как я правильно понимаю То есть озвучено мной сейчас Предложение по изменению Федеральной законодательств и РЖКХ Вы со своей стороны От имени Общероссийского народного фронта Как вы беретесь на то, чтобы На федеральный уровень Ну давайте начнем по порядку С одних самых наболевших вопросов Это начисление платы за горячее водоснабжение Я думаю, все с этим столкнулись Поясню, как это сейчас происходит То есть рассчитывать сплата За горячее водоснабжение По так называемому двухкомпонентному тарифу Это тариф на теплоноситель на воду И тариф на теплоэнергию потраченную Ну то есть на гигакалорию Количество тепловой энергии потраченной На подогрев одного куба воды Буквально пример В декабре месяце рассматривали По Заволжскому району По-моему проезд заводской 23 Значит обратился Значит гражданин То, что у нее из месяца в месяц принес питанцы То есть у нее там 150 рублей 250 рублей То есть вот такие вот скачки Начали разбираться на самом деле Значит запросили теплоснабжающую организацию Она дала, что нормальный расчет на циркуляционный расход В районе 95 кубов в сутки Вот и соответственно Какое должно быть дороселивающее устройство Какой диаметр С окном По факту оно установлено не было Взяли распечатку с прибора учет По факту оказалось Что циркуляционный расход Вот за месяц просто За сутки То есть от 100 до 350 доходило То есть 3,5 раза Соответственно это все отражалось На стоимости горячей воды Поэтому вот первое предложение Это утвердить на федеральном уровне Предельные нормативы На потребление тепловой энергии На подогрев одного куба горячей воды И на сегодняшний день Вот все эти тарифы Все эти нормативы Большей степени защищают интересы производителя Почему? Потому что позволяют С учетом того, что повышаются они постоянно По фактическим затратам Позволяют осуществлять Либо слишком медленную модернизацию своего оборудования Либо же не делать вообще И поэтому Процесс влияет на одно Достойность топлива И энергетических ресурсов Если в течение года Эти две цены не меняются Ну там еще плюс заработная плата Пусть будет инфляция Что угодно Если эти две цены не являются Если параметры по Санпину Горячей воды у нас тоже не меняются Они сегодня 65 градусов грубо Или 60 Завтра, послезавтра Ночью То соответственно Почему цена-то меняется? Она может меняться Только из-за расхода Вот Если больше потребляешь Больше платишь Но почему она меняется? То есть соответственно Эти вот Свободные Цены Свободные тарифы Вот сколько есть Только есть Как говорится За все платишь Они позволяют покрыть убытки Ну и не производить модернизацию Своего оборудования Ну это такое мнение Так Ну второе предложение Все наверное столкнулись Оплачивая жилищно-коммунальные услуги В январе-феврале месяце Ежемесячно мы получаем Так называемый платежный документ Который кидают в ящик Где уже как бы Все подробно расписано Показания приборов Расшифровка и так далее То есть С 1 января 2014 года Действует уже Вступила вернее в действие То есть Исполнитель То есть это все прописано В жилищном кодексе В 354-м Постановлении правительства Исполнитель коммунальных услуг Жилищно-коммунальных услуг Обязан до 1-го числа месяца Следующий За расчетом Представил потребитель Вот это так называемый Платежный документ Который утвержден В прошлом году В июле месяце В втором году Утверждена приказом Министерства Энергетики Жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области К сожалению Вот мы общаемся И с РИДС То есть Из почти 3,5 тысяч домов На квартирных Которые абонируются Через РИД Ну где-то примерно Половина домов Которые Жители которых получают Вот эти платежные документы Которые можно посмотреть Да что И в каком объеме Конкретно за что начислено Остальные просто не получают То есть фактически Остальные Управляющие организации ТСЖ и ЖСК Не исполняют Требования законодательства За соблюдением Требований законодательства В сфере Жилищно-коммунального хозяйства Нас ведет И как бы Назирает Главная государственная инспекция Регионального надзора Вот мы приглашали И обсуждали этот вопрос Он Вот по их Практике То есть Люди обращаются Говорят Мне полгода Не приносят платежные документы Вызывают Управляющую компанию Или там ТСЖ Да ладно Мы каждый месяц Почтовый ящик Значит кидали Давайте Раскладываем Все эти платежные документы А куда он что-нибудь Девает Непонятно То есть Невозможно доказать То что Исполнитель Жилищно-коммунальных услуг Именно предоставил Значит потребителю Вот этот вот платежный документ Которым можно все Узнать Потому что Значит нет На сегодняшний день Ну какого-то подзаконного акта Пускай это будут Не теорические рекомендации Пускай это будет порядок какой-то Да Который именно Пропишет способы Каким образом Исполнитель Жилищно-коммунальных услуг Должен довести До потребителя Значит вот этот платежный документ А каким Каким еще образом Это может быть Ну вот понятно Пожалуйста Заказным письмом Да Допустим Может это быть Условием управления Дома Да То есть Заключается договор С управляющей компанией Да То есть Или общее собрание Да Или муниципалитет Заключает договор На управление На квартирном доме То есть Значит В этот договор Должна быть включена Какая-то френдерка И приложением договора Что конкретно По этому дому Да Они вот таким образом Да Либо там Подроспись разносят Каждому квартиру Да Либо заказным письмом Подроспись я Судя по тому Как мы живем Вот Многие из нас Приезжают только ночевать Правильно В квартиру Поэтому Застать практически Нет Ну знаете На самом деле Есть требования закона А спросить за это Невозможно Придумать механизм Очень много Меня вот допустим Устроил механизм Электронной почты Как Вы ставите адрес Электронной почты В электронной почте Я бываю Ну десяток раз За сутки И утром И поздно вечером И днем на работе И так далее Что мешает Если мне пришел Счет на оплату Распечатать И передать его жене Да Как это обычно Мужики делают Вот Либо она сама распечатана Ну давайте Нереально Там нет Нереально Есть пенсионер Подождите А я не говорю Вот мы же не говорим Об одной Альтернатива должна быть Сегодня есть люди Которые пришли Написали заявление И указали адрес Электронной почты С ними решаем так Это уже минус К затратам Потому что Любую квитанцию Чтобы распечатать Даже письмо Мы же с вами понимаем Сейчас это Какие колоссальные Расходы будут Ее нужно Конвертировать Есть смысл Законодательно Прописать требования К этому информационному сайту На котором бы Ну пусть Конечно Не бабушка Но человек Худо-бедно Владеющий Конферентом Все логично Все правильно Это тоже альтернатива То есть Ну ты используешь Все Длительные к джине Да понятно Длительные к джине Конечно Очень нормальное Продолжение То есть берем на себе Вот программу заботы Прописали И конкретно Точная работа По платежам И коммунальные платья Скажем так Те кто попадает В этот раздел Была бы неплохая идея Владимир Владимирович У меня другое Есть предложение Вот у нас сейчас В средних специальных Учебных заведениях Появилась такая специальность Как право Организации соц.обеспечения То есть правоведение Нас в СПО не готовит Это только высшая школа Готовит Мы готовим Вот такой специальность То есть это Будущие работники Соц.сферы Почему вот Наши студенты Мои студенты Волонтеры С удовольствием пойдут Но должна быть Инициатива Ее может быть Начать в городе Ульянске И сделать И попробовать Как она пойдет Главный вариант Это все-таки Да Это доставка Через официальный орган Это сегодня почта И когда мы Вот эти все варианты Сделаем То у нас на долю почты Может остаться Также 30% 30% Через интернет 30% Через почту 10% Бусть там 7% Это мы Точечно отрабатываем И вот еще будет Некая такая Прослойка Которая Ну и не туда Не сюда Ну тогда уже Вынуждены будем По почте И тогда доля Недоставленных Счетов Оно будет Резко снижаться Электронную почту Проверить можно Легко Приход Расход И так далее Отпускал Выведите Поставить Это то же самое Поэтому да Я и говорю Нужно предложить Максимум способов Мы же работаем Ведь не наша ЖКХ Работает на деньги Населения Просьба Милочь А вот если мы Это все наладим То у нас процент Платежей даже вырастет Скажите Какое имеет отношение Общедомовые Расходы Как там называется Свет в подъездах Тепло Это там Две трубки В подъезде внизу На площадь На отопление ОДН не начисляется Начисляется ОДН На холодное Водоснабжение Горячее Водоснабжение И электроснабжение Там где Есть Общедомовые Приборы Учет Понятно да Есть Общедомовые Приборы Учеты Есть По квартирной Вопрос мой другой Совсем Мы бы не на тот отвечать Какое имеет отношение Площадь моей квартиры К общедомовым расходам Свет в подъезде И тепло Доля собственности Доля собственности В общем имуществе ОДН Распределяется Прямо пропорционально Ведь ОДН Это по сути Общедомовые начисления И соответственно Чем больше ваша доля Общедомового имущества Соответственно Прямо пропорционально Вашей доле И распределяется ОДН Самое интересное Скажите Они отапливают Только площадь подъезда Лестничный клеток Только лампочки Светят Непосредственно В подъезде Для всех Одинаково Почему это идет Расчет на площадь Ну это Если мы возьмем Дом в целом Да Вот дом У него стоит На воде Общий домовой Прибор учета Пришло Общее количество Электроэнергии Дальше Это Общее количество Электроэнергии Разделилось На места Общего пользования На освещение В том числе Этих лампочек И распределилось По индивидуальным Приборам учета То есть мы Из общего количества Вычли Индивидуальный прибор Учета Если все по честному ОДН будет очень маленький Я вам поясню Я был в Пензе У них эксперимент проведен Два дома Девятиэтажных Многоквартирных 100% Оборудованы Всеми видами Приборов учета И общедомовых И поквартирных Более того И поквартирные И общедомовые Оборудованы Системой Дистанционного Снятия показаний Так вот ОДН Общее домовое начисление По всем видам услуг Составляет 2% У нас же ОДН Вы знаете Бывает и сотни рублей И 200 И 300 И 400 И 500 Тогда начали Анализировать Почему Да все очень просто Стоит два прибора Холодной воды И горячей воды Холодной воды Молчит Горячей крутит Пришли Посмотрели Магнитик лежит То есть увидели Присекли Пришли по другому Посмотрели Свет горит Как говорится Горячее начисление есть А горячая вода Значительно Больше Чем холодная Или наоборот Как правило Потому что горячую Как правило Пришли Тоже есть нарушение В учете То есть В большинстве Своем Перерасход И увеличение Размеров УДН Связано С Ну Некой Нечестностью Некой Нечестностью Этого Ну подождите А я вот сейчас Вернусь в это Ну раз вот эта разница Которая Общедомовая Минус индивидуальная Она осталась Какая-то часть Электроэнергии А как ее распределить Проделить Вот Проделить Прямо пропорционально Общей Доли Собственности Вот так вот Я понимаю Две трубки В подъезде Отапливает Весь подъезд Любовный учет И там День Там же вступает Любой фактор Зарегистрированный Фактически Прошли Изменения Которые прошли В прошлом году Что пришли А все оставили А пусть теперь Собственник доказывает Что у нее количество Человек меньше У меня еще один вопрос Вот по поводу квитанции Которые приходят Вы знаете Что интересно Приходят квитанции Есть оплаты За электроэнергию А за сколько Я заплатил Нет Такое количество Там только указан Есть счет на оплату Где четко все прописано Кто за что Сколько должен заплатить Давайте мы выясним О чем мы говорим Я говорю о другой А есть квитанция Которые дают В рейхе Получай квитанцию А квитанция Которые дают Которые дают Которые дают А она С чем В ревням Ничего нет Кроме цены А потому что Требовный законодатель В кассовом чеке Больше ничего Не могу Объясняю Я же начал с этого Было раньше До 1 января Было три документа Был платежный документ Который в ящики дали В рейху приходили Вам давали квитанцию И к ней прикалывали Кассовый чек Вот теперь квитанции Нету Есть платежный документ И кассовый чек И в кассовом чеке И на мой взгляд На мой взгляд Это достаточно Напрягает Многих Идея Вот в идеале Я надеюсь Мы до этого Когда-нибудь дойдем Пришли в супермаркет Получили вот такую портянку И четко написано Колбаса столько Кефир столько Это столько Это столько Вот и все Но это требует Достаточно серьезных Модернизации Представляете Сколько сейчас Кассовых аппаратов Надо сменить А если бы было Жесткое требование Что я взял Счет на оплату Оплатил И мне получилась Вот эта квитанция Как в метро Да Тоже Там же все подробно Все расписано В Икеа Вот такие листы Приходят И ты видишь За что И сколько ты заплатил И вот тогда У нас этот вопрос Раз и навсегда Снимется А сегодня Вот именно В недоумении И социальная напряженность Создает Так А тем более Сейчас вот этот Пустой чек В котором нет ничего И человек не понимает За что он заплатил Фактически Цена В счете Должна равняться Цене В документе Но цена В конечном документе Не всегда равняется Счет Почему Произошел Какой-то перерасчет Еще 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 Много тонкостей Поэтому счет на оплату И фактически чек И мы глядем Здесь все переписано У нас За что платить И тогда было бы Понятно Представляете Какую нагрузку мы сняли Вот эту социальную И никто бы лишних вопросов Не задавал Все у меня в подъезде Тоже спрашивают Они непонятны Здравствуйте А хотя это все Исправить элементарно Я так понимаю Мы как будто Ваши вопросы тоже Обсудили Правильно? Нет Там только два предложения Звучало По-моему Да Ну значит Третье Давайте То есть Наверное все помнят В свое время У ФРС Было такое требование Да То есть При наличии Долгов За собственником Жилого помещения Никакие операции С недвижимостью Не выполнялись То есть Не важно Что ты хочешь сделать Ты должен Принести справку Не помнишь Какая форма Что оплачено Довольно Номер 8 Да по-моему Номер 8 Номер 8 И количество проживающих Ну не важно Ладно В общем Сейчас такого требования Нет Суцевого счета Да Выписывал Суцевого счета Суцевого состояния Сейчас такого требования Нет Вот наше предложение Да это И платежная дисциплина И невозвратные долги И все 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 Да То есть Дикие суммы Которые Значит сейчас Приводят в итоге И долгами Предлагаете опять вернут Конечно А почему нет Понятно Я тоже столкнулась В такой ситуации Передо мной Молодой Славик Стояв Говорит А вы не имеете права Мне не дать Подобную законодательство Она вынуждена Была дать То есть это вам Не изменили Мы согласны Будешь предложить Конечно Следующее Значит Все мы прекрасно знаем То что сейчас Уже практически Сформирована Региональная программа Капитального ремонта По сегодняшней ситуации Ни из федерального бюджета Ни из регионального бюджета Софинансирование Не предусмотрено Вот Поэтому Внести предложение Если уж Вы деретесь Довести это До самых высших лиц Должностных лиц Нашего государства Это все таки Предусмотреть В федеральном бюджете На 15-й год Ну понятно Что на 14-й бюджет Сформирован уже На 15-й год И последующие годы И последующие годы Да Финансовое обеспечение Ну на каких-то условиях Софинансирование То есть это все Обсуждается Уже привыкли К этому сейчас Софинансирование Уже нормально идет Капитальный ремонт Жилищного фонда Это не менее важная тема Чем дороги Поэтому Если бы было жестко привязано И тогда бы уже Ни один субъект Ни один муниципалитет Не мог отвязаться От софинансирования У него есть четкий Понятный источник Формирования Фонда капитального ремонта Либо муниципалитета Либо субъекта Полтора процента от того Ну это понимаете Я не великий финансист Есть наверное Расходные статьи Которые От налога на имущество Допустим Есть у нас условно говоря 2 миллиарда Налог на имущество 5 процентов от 2 миллиардов Вот это то На что мы можем рассчитывать На софинансирование Поработали активней Получили не 2, а 3 Соответственно увеличили Но можно несколько источников Вспытать Ну знаете Последнее предложение Которое я озвучу Это значит Действие федеральной целевой программы Чистая вода Которая Период действия С 11 по 17 год Ну понятно Мы же как в рамках области Мы же от субъекта Все предложения Да То есть Формируется Вот То есть Проблема с питьевым водоснабжением Да с пазарным водоснабжением Она актуальна И с года в год Только актуальней Становится То есть Вот На сегодняшний день С 14 года Реализация Этой федеральной программы За счет бюджетных средств Не предусмотрена То есть Если в 11 году Значит Реализация была 45 процентов Средств федерального И субъектов Ну областного бюджета 55 процентов Вне бюджетной источники 12-й 22-78 13-й 18 И 82 Соответственность С 14 года Федеральные средства Под эту программу Не выделяются Вот как предложение Рассмотреть Да Все-таки Финансирование Из федерального бюджета Все-таки Вот этой вот Федеральной целевой программы Она еще будет действовать С этим годом 3 года Федеральная программа Федеральная целевая программа Вот сегодня у нас стоимость Электроэнергии сколько? Рубля 4, да? За киловатт 2,81 2,81 Это для населения, да? 2,81 Для населения Вот Социальную норму Делаем по рубль 50 Вот А свыше социальной нормы 2,81 Плохо что ли? Там 100 киловатт Тебе по рубль 50 Ты их используешь Да Отлично было Поэтому Это вот нам предложили Так сделать А наше предложение Мы же сделаем Социальную норму То есть мы хотим Народу помочь И говорим Что ребята Мы не такие богатые Но мы можем вам 100 киловатт С целью поддержки Малоимущих слоев Условно говоря Да? И честная плата Оплатить по рублю 50 Честная плата Да, да, да Без магнита Нет, об этом понимаем В Москве Перед кухонном столе Это вопрос У нас торопиться С этим не будем Поэтому Я немножко еще Улучшение Установили 50 и 75 Другой киловатт И да? Я посмотрел В интернете Да Делаем уже Попытки Установления Нет, ну 7 пилотных регионов Уже Прошлого года Работали Чайники достали Электрические выбросили Поставили Газовые чайники Поставили Потом на газ Все это вылезет Потом газовики Скажут Нафига Мы замечаем А самые умные Придумывают еще Поставить газогенераторы Для выработки электроэнергии Потому что газ Относительно дешевый То есть Россия Это Цепная реакция Потом газовики Пойдут Потом электрики Газовики Электрики И потом появится Володя Очередной Ульянов Который скажет Хватит Зачем нам Нормально За отпусками Хватит Хватит Потому что Поветность предложения И В Москве Когда собирался Говорил об этом Большом Еще То есть Соснорма нам Никакая не нужна Все это выпустить Вот Поддержу Абсолютных коллег Говорит Так ведется И Спокон Не сдавайся Зверю Колокольный Слыша Звон Богу Помолясь За землю Родную За Святую Веру Забирал Дружину Молодой Княж За землю Родную За Святую Веру Собирал Дружину Володимир Княж